Приветствую вас Анжела, давайте разберём ваш вопрос, я его прочитал. Смотрите, ну начнём мы, пожалуй, с того, что вы просите помощи, вот, только не совсем понятно, в чём вы просите помощь. То есть, простить человека, значит принять его. Принятие это определённый процесс. Это определённый процесс, который занимает какое-то время. Поэтому я бы сказал, что вам нужна помощь в этом, чтобы принять, если вы хотите принять своего мужа и так далее. Я бы также сказал, что имеет смысл выразить все те чувства вашему мужу, который вы не выразили ему. То есть, имеет смысл выразить всё то, что вы ему не выразили. Сделать это лучше всего с помощью специалиста, с помощью специального подхода, да. Вот, возможно, имеет смысл. С мужем поговорить, опять же, с помощью определённой техники это возможно сделать. То есть, вариантов достаточно много. Это если мы говорим о прощении. Если мы говорим о том, что в целом вы своего мужа идеализировали, в целом вы были от него достаточно зависимы, и в целом вы и сейчас зависимы, и, вероятно, до конца не оброжили травмы, потери. Вот вы говорите, что ходили к психологу, но прям из-за карантина перестали, и что случилось дальше, вы как-то вот не раскрываете. А это, в общем и целом, достаточно серьезный момент. Вот. Тут, в целом, мне кажется, глобально проблема заключается в том, что вы не можете жить для себя, что вы живете для других, что вот вам самой, да, ничего не интересно. То есть, понимаете, смерть близких людей всегда, всегда, безусловно, тяжела. Это абсолютно нормально, что нам плохо, и абсолютно нормально, что нам тяжело, и все эти реакции свидетельствуют о том, что человек нам был дорог. Но если боль от потери, если влияние потери на человека достаточно длительное, не снижает своей интенсивной интенсивности, то можно говорить о том, что человек, в общем-то, в лице ушедшего потерял что-то для себя. Вот вы потеряли, как мне кажется, опору, вы потеряли, как мне кажется, за именно то, ради чего жить. Вот. И вы, по моему мнению, не умеете жить для себя, как я уже сказал. И вот это, на мой взгляд, та глобальная проблема, которую нужно решать. Потому что, если я не умею жить для себя, если я не имею своих собственных целей, своих собственных ориентиров, своих собственных интересов, то, естественно, я зависим от других людей. И, естественно, другие люди, мне кажется, лучше, чем они есть. То есть, происходит некоторая идеализация. Это нормально. То есть, это естественный процесс, процесс, но процесс этот, к сожалению, не полезный. Мягко говоря, не полезный. Мягко. Очень мягко. Поэтому отсюда ваши трудности. Мне видится так, что, вступая в отношения с своим мужем, вы находились с ним в некотором симбиотическом состоянии, в неком симбиозе, то есть, в некоем слиянии. Это усилило травму от его потери. Вы говорите, что сын без меня пока не может, что я живу ради сына. Не то, чтобы я вам не верил Анжела, то есть, поймите правильно, не верить вам, у меня никакого резона, основания нет. Да, тут я не думаю, что вы пришли сюда, обращаются за помощью и обманываются. Нет, я так не думаю. Но я также думаю, я знаю, что вы верите в то, что вы живёте для сына, но я также знаю то, что вы не можете жить не для кого-то. И вот то, что вы не можете жить ни для кого-то, то, что сын, например, чувствует, что вы живёте для него, может вызывать у него же чувство вины, вот. Потому что он понимает, что вот, как бы, он за вас соответствует. Это мешает ему развиваться, это мешает ему двигаться вперёд. То же самое, та же самая проблема, может быть, была и с мужем вашим, что честь, и повлияло на то, что у него появилась другая женщина, ну, даже как другая женщина, то есть, это очевидно, была переписка только, так, физический измен, скорее всего, не было. Ну, судя по тому, что вы написали, я не знаю. Это, то есть, это просто чат, это просто сообщение, и всё. Ну, опять же, там, кубальник, да, то есть, ну, лифчик и нижнее бельё. Это, ну, как бы, да, это, конечно, интимная история, но, как бы, ещё не известно, какой у этого контекст. Ну, повторюсь, про физическую измену здесь речи не идёт. Вот. И вполне вероятно, что, да, что-то не удовлетворяло вашего мужа в отношении к вами, а простой разговор, единоразовый, например, ну, может не все проблемы решить. Вот. Дальше. Слоде заключается в том, что вы говорите о предательстве, как следует, я надеюсь, из моего ответа, из того, что я сказал раньше. Речь здесь не совсем о предательстве, а о том, что вы, идеализируя твоего мужа, не видели его настоящим, что так же могло его таготить, и что так же могло стать причиной того, что у него появилась рука. Потому что, когда тебя идеализируют, когда в тебе видят кого-то лучше, чем ты есть, когда у тебя, эээ, к тебе ожидания, такие вот завышенные, да, эээ, ты чувствуешь постоянное напряжение, а расслабиться ты, в принципе, не можешь. Вот это, это очень истощает, я бы, я бы так сказал, да, это очень истощает, это очень напрягает, это достаточно тяжело. Вот. Поэтому, эээ, вот в качестве расслабления мужчина мог использовать, эээ, данную эээ, ситуацию. То есть, эээ, говоря о предательстве, вы имеете в виду, что, эээ, вы как бы обижаете человека за то, что он не такой, каким вы его считали. Эээ, можно было бы назвать, эээ, предательством, если бы человек раскаивался, да, то есть, если он сам признал, что, вот, то есть, он сделал это вообще-то, ну, не его, да, это ошибка, там, вот, что-то такое инородное, что-то такое неправильное, да, для него, тогда да, тогда это предательство. Но в этом, эээ, случае, человек сам понимает, что ошибка, и, в принципе, наверное, сделает все, чтобы такого больше не повторилось. Про условия, если, а он, эээ, ну, если он изменит что-то в своей жизни, потому что такие вещи, по типу того, что вы описываете, а именно, появление третьего лица и другой женщины у вашего мужа не появляется просто так. И я хочу обратить внимание, что, на мой взгляд, вы обесцениваете здесь проблематику вашего мужа, потому что он был не революционер, вы поговорили, все наладилось, и все. То есть, что именно наладилось? Я понимаю, что тема интимная, я понимаю, что, может быть, вы об этом не хотите говорить, но что именно наладилось? Вот мне не придает ощущение, что здесь вы обесцениваете как вот то, что волнует вашего мужа, потому что, опять же, на мой взгляд, в вашей картине мира мужи должны все устраивать. И так, значит, в контексте этой ситуации, в контексте того, что у вашего мужа была другая, вы чувствуете удар по своему оценку с одной стороны, да, то есть, если у него была другая, что я, и меня ему было мало, вот эта вот вот эта вот история, что я недостаточно хороша, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно, здесь на свет появляются те самые проблемы, которые вы пытаетесь решить за счет людей рядом с вами. Это вот первый момент. А второй момент, это то, что вот вы говорите, что у вас ушла земля, из-под ног мир разрушилась она, то есть, смотрите, та реальность, в которой я живу, зависит от других людей. То есть, другие люди определяют мою реальность. Не я сама, а другие. Вот, с этим тоже нужно что-то делать. Да, то есть, это тоже нужно, с этим тоже нужно работать. Сначала, конечно, снизить эмоциональный тонус, да, выпукать, может быть, выразить, поговорить с мужем, как я уже сказал. Вот, а дальше, дальше это большой желан психотерапия, но поскольку у вас есть медицинская сторона вопросов, то я думаю, вам необходимо как-то вот скооперироваться, да, то есть, у вас есть врач, который вас лечит, но непонятно, что у вас по психотерапии, потому что лекарства, ну, проблемы не решают, да. Это просто такая подготовительная история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена, и вы сможете свою проблему, в своих проблемах разобраться, и сможете жить, наконец, самостоятельно. Спасибо. 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 Спасибо.